Наконец-то Заказывайте, а то мы уже во второй очереди Мы добрались до брата 3 Это плохой знак Полегче, пацаны, полегче Да что там у тебя? Да приехали какие-то, сразу орать начали Побили стекла, официанты, выебали повара Наши местные, каких нет? Точно не местные, говорят из Подмосковья С подмосквы, с подмосквы Подмосквичи Да, значит Ладно, разберем Эй, блядь, подмосквичи Выходите Да, это утопия А у меня в кармане ножик есть Он заточен вражеской рукой Если, сука, подойдешь к моему кафе Убью тебя за хуй Ты уже сказал, что ты, Стасик, тебе вместо него поставлен Вот мы и пришли посмотреть, поддержать, помочь, если что А это что за чепушила, блядь? Говорят, что подмосквичи Но подмосквичи, так подмосквичи Давай, блядь, чувак Зачем вы себя так некультурно повели, блядь Приехали, боковать начали У нас здесь культурный город У нас здесь Пушкин Аврора Расстрелян, нахуй Ну, он такой расстрелий устроен Ну, что, волчара Давай посмотрю, блядь, в твои глаза, нахуй Сука, смотри на этот свет Ты видишь его последний раз Что ты, блядь, кого ты там Утопиан известный блогер То есть у него, у него Хованский брал интервью Его скетчи были с Кузьмой Стендап спешил про инцест, блядь То есть, как бы Утопиан, он состоявшийся блогер Вы, типа, не надо, не пиздите, блядь Как бы Хованский про него постоянно что-то говорил Когда приходил ко мне на стрим Правда, правда, он его путал с Утопиа Шоу Он, блядь, его называл Утопиа Шоу И я понять не мог, нахуй, о ком речь Такие дела, Стас Судят меня Снова Надолго? Лет 3-5, а там как повезет А что, не отмазаться? Прокурор же наш Отмазать это можно Да вот только вором надо становиться А для этого посидеть надо Авторитетов поднабраться Да, а надо ли в наше время-то? Надо Да, это Нагиев Нет, на самом деле, я когда впервые увидел этот трейлер Вот этот момент, краем глаза Я тоже подумал, что это Нагиев Но тут как бы достаточно посмотреть Но две секунды, а не одну Чтобы, блядь, понять, что Нет Надо же расти, развиваться, эволюционировать Надо Надо А так сидеть не хочется Ну так вот Я пока сижу Район тебе передаю На хранение передаю Люди предупреждены В курсе Ого Я в деле Избрей это Чаполина с головы Ты теперь авторитетный человек Не говнарь какой-то Лайки, лайки, лайки Собираем вместе лайки Сейчас все лайки соберем И получим миллион Ну-ка, ну-ка, ну-ка все Вы поможете же мне Вот это стихи, блядь Собираем вместе лайки Сейчас все лайки соберем И получим миллион Ну-ка-а-а-а-а Но это музыка, блядь Я титры Я титры к этой хуйне не видел Не видел еще, блядь. Блядь, Бродский, блядь, гений. Так. Да, для роли Стаса Борецкого Кристиан Бэйл упал с лестницы и пернул. Екатерина Андреевна, 200 рублей. Моя попытка в блогинг 7 лет назад по 200 рублей минута. Так. Я бы хотела поговорить с вами на одну тему. Это активность моего канала. На моем канале 11 подписчиков, но лайков и просмотров практически-то и нет. Ну, в общем, меня это не устраивает, так что я стараюсь. И простите то, что долго не было видео. Я была на отдыхе, и у меня было что-то... Если ты сейчас держишься от того, чтобы пошутить, что это мой голос, лучше не надо. Я ходил чаще, чтобы популярность набиралась. Теперь я снимать буду с голосом. Это такая мини-новость. И... Ну, как бы... Подпишитесь, что ли. Ведь я люблю подписчиков. Хочу снимать, но не получается как-то, не складывается. То, что учеба, каждый день рано вставать. Я скоро в начальную школу пойду. Так что... Ролики будут выходить, надеюсь, ежедневно. Так что подпишитесь на канал, ведь за мое старание. Это похоже на мой обзор на Алису. На самом деле. Так, смотрим одну минуту. Слышь, камер. Слышь, камер. Хорошо, не буду. Досмотрели. Ля, продлите, пожалуйста, слушайте. Я хочу еще советов. Советов, блядь. Григорий Остер. Этот чувак, который на доктора осьминога похож, блядь, он... Ну, типа... Он, ну, типа, как бы не совсем левак, он либерал. Это немного другое. Как бы... Он-то просто не понимает, что если дать учителям, ученикам и родителям заниматься тем, че им интересно, то как бы... Блин, два плюс два равно... Ладно, я не могу, как бы, просто договорить свою мысль, блядь. Смотрим 30 секунд. Смотри, что это. так посмотрели 30 секунд 31 все-таки ты теряешь водку да самую быстрая рука на диком западе блять так смотрим следующее видео ну что давайте начнем вот мы появились на карте place просто лобби place будем ожидать может я построю что-то хорошее которое выиграет этот раунд а может что-то не очень хорошее не не выиграет вот так ну что вы давайте начнем вот у нас начался раунд нам сказали построить кабачок я кабачки первый раз строю так что даже не знаю кабачок зеленый это я знаю все это знают что кабачок зеленый не подбил очень кстати я его вообразил своей голове как он должен выглядеть построен но когда я его изображу я думала не очень будет похож на то что у меня было в голове это такая слишком толстый кабачок ну ладно какой есть возможно сегодня выйдет еще одна серия это по голодным играм так посмотрели посмотрели отличное видео про кабачок так переходим к третьей очереди this is the lockpicking lawyer and on this channel i've demonstrated how to penetrate some of the most secure equipment out there usually using some very simple tools but it's almost always done right here on my desk it's a controlled environment that might not be equivalent to field conditions so today I'm taking you on the road with me you see I just got a call from my ex-girlfriend who's having a problem her new boyfriend is apparently having trouble getting in her back door it's really tight and she told him to stop trying because all he was doing was pushing really hard and she was afraid something would break but she remembered that when we were dating I used to go in through her back door all the time this is a picture of her back door she just sent it to me and I don't see any reason why this should be a problem frankly it looks looser than it was back when we were dating so while her boyfriend's at work she asked me to come over and see if I could help loosen things up I of course agreed so long as I could get it on video and share it on this channel so let's drive over and see if we can get in her back door without breaking anything okay folks here we are and I have to say that my ex-girlfriend's back door is far dirtier than it ever used to be back when we were dating it seems to have been neglected pretty badly but I'm actually glad to find it this way so you can see why I always keep baby wipes handy whenever I do anything like this so let's get one out and wipe all of this brown residue away okay this is pretty dirty it might be a two wipe job okay now that we have the outside just a little bit cleaner it's time to flush out the inside as well and because we need to lubricate this anyway I'm going to flush out the main opening with a good bit of lube we just need to be sure to keep a towel underneath that opening so we don't make a mess here it makes a lot of sense to be generous with that lubricant back doors tend to be neglected so you can't have too much okay we are almost ready but before I go any further I need to put on some rubber for my own protection now depending on various factors I should note that the opening could be in an awkward position and all I have to say about that is deal with it it's not uncommon especially when you're going in through the back door now I can't just shove in my tool I need to be very gentle and wiggle things into position if I'm going to stand any chance of getting in I think we're there all it needs now is a firm shove and we are in now you need to understand that just because I got in her back door doesn't mean that her boyfriend will be able to as well so I need to spend some time working it in and loosening it up but I'm gonna do that off camera so that's all I have for you today if you do have any questions or comments about this please put them below if you this video and would like to see more like it please subscribe and have a great April 1st смешно так это мы посмотрели bring за 100 рублей он что не знает что камнями нужно на спасибо за 100 рублей так так сейчас посмотрим минутку про немецкое качество добрый день дорогие друзья сегодня снова с вами вальдемар у него второе без спинки находимся извините дорогие друзья я уже забыл тебя хотел сказать вот вам пожалуйста в Германии говорится делаю значит такую мебель такие стулья хорошие для компьютеров все сломалось все это привозят они с Китая или еще откуда-то а блять досмотрели охуенно заебись так диалоги изоблевиона следующее видео но она с тайм-кодом так минут пятьдесят блять я все это время думал что шутка а это не шутка это яхали ее видос да ну нахуй правда что ли только это не до конца получается там минуту кашу перемешать до чтобы было хоть прошло бить и да сколько у меня фпс на записи на записи у меня под 16 фпс а это маловато так что не спрашивайте почему у меня так подлагивает посмотрели досмотрели еще минуту до двух пятидесяти трех дальше ты можешь опять с тайм-кодом так так что у нас следующее следующее видео две минуты линейка че не такое ищу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я думаю, это требует видео за счет заведения Субтитры сделал DimaTorzok А вы все спрашивали, когда, блядь, Team Fortress? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я предчувствую, что это гениальное сейчас Не, ну это еще раз, потому что, ну как бы, за 100 рублей заказано, типа 100 рублей минута, мы можем, блядь, проиграть. Видео называется, что видит микроволновка камикадзе DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Бля, а это та адвокатка, про которую говорил этот хуй. Так он, блядь, про нее не говорил. Он про нее в первый раз сейчас сказал, блядь. Охуеть. Свиньи! Ой! Сколько денег, блядь! Свинья! Слушай, чувак, может ты все 7 часов отхайлайтишь, а? А то мне что-то лень. Да, кстати, чел. Ты, я вижу, мастырный такой. Да, я думаю, смотри. Это сейчас, если что, обращение к чуваку, который 2 минуты нахайлайтил диско-фифийский, блядь. Насколько я понимаю, диско-элизиум, блядь, 14 часов, блядь, хайлайтить придет с ковру-арабу, нахуй. Так что, в принципе... Не-не-не, мы пополам разделили. Но все равно, 7 часов я не хочу. Ну, хорошо, хорошо, пополам, блядь. Вот вы пополам можете скинуться, короче. Ему не заплатить. Сейчас я скажу. Заплатить чего? Столовый науминон. Я уверен, что он за очень небольшую плату, как бы за вас просто сделает эту работу. Ну, мое спасибо дорогого стоит, слушай. Я почти уверен, что как бы человеку, который готов выискивать нахуй именно дохуя фрагментов реально, то есть он там вырезал куски диалогов, блядь, их там в стиле храброво налепил квадратики на экране. То есть для двух минут контента, я думаю, что, в принципе, вы через аутсорсинг можете с этим чуваком сработаться. Ну, смотри, чувак, короче, к маргиналу потом за заплатой обратишься, он все скинет, обещай. Да-да-да, я из твоих нахуй вычту, блядь. Да ты, блядь, мне 45 долларов зажал, долбоев. Есть такое. Я припомню. Я надеялся, что ты, типа, ну, скинешь, я обратил твое внимание на это, и нихуя. Гандон. Ну, тебе все поделать в Paypal интерфейс. Да-да-да-да. Не, ну, реально, я вбил такую сумму, Paypal говорит, не, нихуя, много тебе, короче. Ну, то есть, примерно так и произошло. Я вбил одну сумму, Paypal перевел, блядь, другую, по факту. Потому что Paypal ее сначала перевел, блядь, в рубли, потом, нахуй, в доллары, и там проебалось долларов 60 в итоге. 61. 270721, дорогие друзья. Деньги мне плати, блядь. Деньги мне плати, блядь. Деньги мне плати, блядь. Деньги мне плати, блядь. Мне жрать нечего, идиот, ебаный. Деньги мне плати, блядь. Деньги мне плати, блядь. Деньги. Продолжение следует...